МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники реалити учатся быть командой спасателей. Они уже прошли через воду, огонь, а теперь еще и через медные трубы. Это был ад, ад, под адом в аде. Они вернулись в детство и заглянули в собственные души. И впервые на вечернем костре никто не уехал домой. Под ночные трели соловья команда окончательно стала одним целым. Или это очередная иллюзия, рожденная на поляне? У нас на поляне всю ночь поет соловей, и мы просыпаемся именно под его трели. И в первые дни Рома сказал, такую мысль выразил, что это записано для нас и повторяют постоянно. Он даже заметил последовательность, какая повторяется. Ну, вообще, как бы я слышал о том, что так делают. По крайней мере, я видел в одном санатории, где я был. Там включают именно вот запись пения птиц, хотя там как бы есть сквер. Ну, я думаю, может быть, здесь тоже так делают, потому что настолько какой-то вот чистый звук, вот не похоже, что вот как будто это природа. Каждое утро, думаю, интересно, сегодня у нас будет зарядка. Каждое утро, надеюсь, что нет. Тебе надоело уже проводить зарядки? Нет, не проводить. Проводить-то мне не надоело. Когда я провожу, мы делаем то, что мне не лень. А когда проводит Валерий Вадимович... Бегать? Да. Шорты на два размера стали больше, чем я, хотя приехала, были в облипку. Это не может не радовать. Надеюсь, что это самый минимальный успех из всех моих успехов, которых я достигла на этом проекте. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мне вон сны снятся, где я плачу. Просыпаюсь все в слезах. Да, но это к хорошему. Нормально. Можно разжигать. Я чувствую, что игра близится к концу. Мы все испытываем комплекс сложных эмоций. Это очень отражается на нашем общении. Ну, не знаю. Ну, вот что-то начинает проявляться в Роме сейчас. Я не знаю, что его оклемануло. Я стараюсь на это не обращать внимания. Я себя сдерживаю, чтобы не высказаться. Потому что реально, он просто, ну, местами, ну, чересчур начинает себя проявлять. Я сегодня с Диной обсуждал. У меня какая-то дикая подозрительность вообще ко всему проснулась. Я не верю словам людей. Вот теперь попробуй через плечо. Блин. Через плечо это тяжело. Даже для меня. Сейчас я вообще утром помогаю Виталику дрова рубить. Уже как-то я берусь и за мужскую работу. Мне уже так нравится, что мне кажется, я бы тут осталась. Уже втянулась. Просто ничего мне не надо. Лес мой друг. День мой начался замечательно. Мы были абсолютно спокойны, действовали в полном согласии. Вообще, утро было очень приятное, хорошее. Рома, Гамеза, подойди, пожалуйста. Вообще, в принципе, на проект я шла с такой целью стать слабее. Поэтому вот я не люблю, когда меня называют там «баба огонь», еще что-то. Я считаю, что сила женщины в ее слабости. Выставь, пожалуйста, водички технической, я посуду помою. Я думала, что мне здесь нужно быть такой мимишный. Такой, я же девочка, помоги, поднеси. Я обращаюсь к ребятам, принести мне ведро только потому, что они здесь есть. Я сама могу принести это ведро. Я сама могу это все сделать, поднять, налить. И дрова наколоть, я тоже могу сама. Виталь, перчатки положила на забор. Спасибо за мастер-класс. Ну, может быть, не супер быстрыми шагами, но потихонечку, потихонечку все получается. Завтрак у нас отличался от последних дней. В последние дни мы ели переловку сладкую с сахаром, а сегодня у нас была с яичницей. Да, серьезно? Посолил, посолил. Ну, вот это твоя скорость, короче. Не знаю, где ли с кем хочешь. Да вот, вот эти мои два яйца посолены. Я не возражаю. Когда Рома сыпанул солью, просто было интересно, как он это съест и посмотреть хотелось на его реакцию, как он минус хочет, когда будет есть свои соленые яйца. Ну, взял просто, сыпанул с ложки, хотя соль такая, ну, как бы крупная. Ну, да, показалось много, но на вкус это никак не отразилось. Я съел с большим удовольствием. Мне хотелось еще бы, я бы еще бы 20 из бы жареных съел. Школа йоги от лесного тренера Наташи открылась, как всегда, по расписанию. Без разминки предстоящие испытания команде не пройти. Моя зарядка всегда проходит прекрасно. Как же она может еще пройти? Все хорошо. Я уже там ребятам, так, завтра мы будем делать то-то, то-то. Напомните, у меня уже в плане, что мы будем делать завтра, хотя сегодня еще костер, и никто не знает, кто пойдет домой. У меня все в плане на завтра. Еще недавно они не знали друг друга, такие разные жители сети. Они не должны были встретиться в реальной жизни. А сегодня они команда спасателей. Кто покинет команду сегодня, знает воля. Утро на поляне для всех началось по-разному. Роман Ковалевский не доверяет даже Соловью. Дина открыла в себе слабую сторону. Наташа захотела стать сильнее, и Виталик ей в этом помог. А Рома Гамеза снова все проспал. На очередное испытание команда отправилась бегом. Добрый день! Добрый день! Как настроение? Боевое. Продолжаем тогда испытания наши. Неотъемлемой частью деятельности спасателей является работа на высоте. Одним из лучших тренажеров для отработки этих навыков является скалодром. Позволяет выработать ловкость, силу, умение логически мыслить, преодолевать страх высоты. Поэтому ваша сегодня задача преодолеть эту стенку высотой всего лишь 18 метров. А для лучшей вашей мотивации наверху есть сотовый телефон. Можно будет позвонить домой. У меня всегда были проблемы с высотой. Я очень боюсь высоты. Еще когда озвучили стимул, что это может быть звонок домой, это, конечно, меня очень смотивировало. Но прежде чем участники начнут штурм отвесной стены, мастер-класс от настоящих спасателей. Ой, у меня сейчас перловочка с тушеночкой просто тяжесть не дает. Я вообще, в принципе, перед каждым испытанием волнуюсь. Это не какая-то боязнь высоты или чего-то еще. Но я просто переживаю, что могу подвести сама себя. Несколько теоретических моментов. Ползем не руками, ползем ногами. Руки только переставляют и держат равновесие. Третий день снится мама. Вчера приснилось письмо. Я читаю в письме. Привет, Динуля! И там почерк сестры. Я жду это письмо. Сегодня сказали, что если ты залезешь на скалу, есть возможность позвонить домой. Центр тяжести. Или в позу лягушки. Центр тяжести, напоминаю, где-то в районе пупка находится второй крестовый позвонок. Или коленки в сторону. Когда я знаю, что Дине третий день снится мамой, она очень хочет позвонить домой, то, естественно, я буду за нее переживать. Каждый старается победить свой страх перед неизвестностью. Я боюсь того, что вернется страх высоты. Вот. И получится двойной страх. И боязнь высоты, и оправдается вот этот страх, появление страха. А если я не могу дышать в шлеме, это нормально? Если он мне в кадык вцепился. У тебя же нет кадыка. Есть кадык. У всех есть кадык. Но возможность позвонить домой – лучшая мотивация проявить волю и справиться с эмоциями. Все, если вопросов нету, вперед. Давай один. Ой, не, мне уже не нравится. Ногами, ногами, ногами. Вот так. Вот, отлично. Давай, Динуль, давай. Дина была напитана надеждой в том, что сможет связаться со своими родными, в том числе с мамой. Смотрите, как она лезет, как человек-паук. Молодец, Дин. Я уже собиралась прыгнуть в этом месте. Нормально. Блин, там даже никуда. Левая переступлена. А, есть. Вы даже не представляете, сколько это было усилий. Вот, действительно, я просто выжималась по максимуму. Господи, я хочу до нее достать. Толчок. Сделай толчок. А я карабкалась и говорила, господи, бумаги, господи, бумаги. Ну пусть эта нога меня подкинет. Эти зацепки были так расположены, что моя физиология, длина моих рук, ног, гибкость и вес не позволили мне пробраться выше, чем я пробралась. Опускайте. Опускайте. Дине стена не покорилась, и она не смогла позвонить домой. Ой, привет, мама. Хватит ли силы и воли следующим участникам? Сбираться на стену само по себе интересное занятие, когда оно еще и подпитано таким интересным стимулом, как звонок куда-либо. Это было здорово. Хотя, если честно, я не знал, нужно ли мне бороться за этот приз, потому что я не считаю нужным кому-то звонить. Ну, с Богом, что ли? Ау! Нормально. Сначала, конечно, кажется, что ну вот я смогу, вроде бы ко мне много и так далее. Казалось, что заберешься. Да, конечно, тут это очень просто выглядит. Мне с ногтями держаться вообще никак. С такими ногами можно вообще не держаться. Пожалуйста. Держись всегда. Любой выпад, он немножко отклоняет назад. И в этот момент подзуживает страх под ложечкой. Главное, ему не поддаться и двигаться дальше, дальше, дальше. Ром, выпрямься на левую ногу, а потом перестужи. Давай, давай, давай. Он самый свободный из нас. И, конечно, из этих котлов и подсознания там может вырываться все, что угодно. Он легко снимает эту заслонку. Давай, давай, давай. Еще на кастинге Роман Ковалевский говорил, что очень боится высоты. Удастся ли ему преодолеть себя? Мама. Мама. Несмотря на то, что Вадимович говорил, что ноги все равно важнее в этом скалолазании, ноги мне вообще не помогали. И надо было все время подтягиваться на руках. И у меня там буквально через 2-3 хода уже все. Уже начинался мандраж и уже не работали мышцы. Я просто не мог держаться за эти выступы. Я боюсь, я не могу. Давай, давай, Ром, не бойся. Передохни. Ты не упадешь. Отдыхай за стенки. Рому Ковалевского, да, обидно, что он не смог преодолеть себя. И не смог пройти чуть выше, чем хотелось бы. Земля. Ром, ты все равно молодец. Ты победил. Когда подошла моя очередь, я подошел к стене, у меня начали проявляться приступы панической атаки. Перехватило дыхание, стал задыхаться, сердце начало колотиться. И я уже даже думал отказаться от испытания, потому что физически не мог это. Сейчас вот нам скалолаз-мастер-класс покажет. Смотрите, у нас Человек-паук ползет. Я же не зря вчера выбрал костюм паука, тренировался. Нет, после сегодняшнего испытания я могу сказать, что Виталик похож на Человека-паука. Он так прямо лазил яростно по этой стенке. У меня все тречется. Я разговаривал с ними, успокаивал свои ноги и, как мне показалось, это помогало. Помогало, и я мог продолжать движение вверх. Тихо, тихо. Спокойно, Фур. Спокойно. Терпи. Молодчина, молодчина. Все хорошо, держи. Идем. 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 Наталик вообще человек очень осознанно. У него такой, он такой сложный путь прошел, что я ни на секунду не сомневался, что он справится с этим заданием. Виталик, я дам тебе позвонить. Долезай, долезай. Я был не уверен, хочу ли я звонить домой и даже предложил отдать эту возможность Дине. Давай, давай. Цепляйся на красную. Страховка. Когда я коснулся вот этой верхнего парапета, весь страх пропал. я уже даже отпустил руки, потому что был уверен, что Вадим еще удержит уже. Я был натянут на веровке и просто стоял ногами, и можно было расслабиться. Сможет ли успех Виталия повторить Наташа? Попу прижимай. Попу прижимай. Лучше поставить руку. Наташа срывается раз за разом, но продолжает упорно карабкаться вверх. Ничего. Все, короче. Нет, не сдавайте, Наташ. Вот это преодолеешь, дальше легче пойдет. Наташа упорство заслуживает уважения. Она даже срываясь вниз и полностью теряя контакт со стеной на ног и рук, она все равно находила все силы, продолжает движение. Ты сможешь, Наташа. Я знаю, я не могу дотянуться до этой зеленой штуки снова. Вау, молодец. Мы все удивлялись, как она карабкается, и карабкается, и цепляется, и цепляется, и никак не может отлепиться от этой несчастной стенки. И просит, чтобы Вадимыч ее не отпускал. Опять же, стоит только позавидовать, но она борется. Блин, и куда ее? В шпагат. Я до туда не дотянусь. Просто хотелось мне не то, что там позвонить, не то, что там выиграть прямо у всех, у Виталика, и там еще выше забраться, чем Виталик, а просто очень хотелось показать себе, что у меня есть еще силы, что я могу до последнего бороться, до последнего вздоха, до последнего, пока у меня все не отнимется. Поэтому я лезла, лезла, лезла. Потом же мне все спускают, спускают. Я нет, не спускаюсь. Потом уже, когда поняла, что все, хватит. Все, земля. Руки не работают. Все, спускайте меня. Право позвонить домой завоевал только Виталий. Что принесет ему этот звонок? Подбодрит или расслабит? Утром у участников реалити была возможность услышать голоса родных. Но для этого каждому предстояло преодолеть отвесную стену высотой с семиэтажный дом. Все старались. Но до телефона добрался только Виталий. Наградой стал звонок домой. Вероника, привет. Привет. Как ваши дела там? Когда я позвонил домой, мне сразу появилось облегчение, потому что с сестрой я звонил сестре. У нас в последнее время были такие дома напряженные отношения. Вот. И мне было тяжело звонить. Но когда я начал разговаривать, когда услышал ее голос, сразу все как камень дышал. Сверху я сижу, смотрю вниз и дали позвонить. Это было одно испытание таких. Кто доберется, там сверху лежал телефон. Я когда видела, как звонит Виталик, я просто вот стояла и ревела. И думаю, ну вот я приложила все свои усилия. Ну, действительно, моя комплекция, мое тело. Говорит, Дина, тебе по стенам не лазить. Ясно. Ты там рассаду поливаешь, не забываешь. Я в этот момент представлял, что я сейчас могу разговаривать с мамой. Ну, хорошо, давай пока вы разлежите. Ребята истосковались по дому и настоящей домашней еде. Но как ее приготовить на лесной поляне? По-моему, Дина предложила, что вот он. Она рассказывала, что у нее бабушка или кто-то, вот была такая терка, что можно так сделать. Самое главное не вертикально, а по диагонали. Туда не получится. А что ты сейчас рисуешь? Места для дырок? Да, разметку. Работы больше не было никакой. Я все-таки решил сделать эту терку и показать Роме. Он тоже интересовался, что так можно сделать. К нам этой картышки мало будет? Да. У нас есть еще? Да. Ее надо чистить. Здоровская терка. Главное пальцы не спилить. Вкуснее дряников он ел. Реально вкусно. И мне вкусно. Хотя дома я вообще не люблю драники. Я вообще их не ем. Ну ладно. Мне очень вкусно. Здоровья. Виталий сегодня заработал бонус. Но уже на следующем испытании шанс отличиться будет у каждого. Но это очень страшно. У меня уже какая-то немножко паника такая на секунду охватила. Это не форт Боярд, это ад. Данный тренажер служит в том числе для отработки навыков ведения поисково-спасательных работ. При осмотре пострадавшего первым делом обращаем на что внимание. Сознание. Раз. Состояние кожных покровов. Поза. Неестественная какая-то. В одном из пострадавших будет спрятан объект. И с этим объектом вы ходите через восьмую комнату. Во время поисковой операции на промышленном объекте в сложной системе лабиринтов важно внимание к мелочам. В реальности опознать в дыму обгоревшего человека крайне сложно. В помощь спасателям сила, смелость и интуиция. Было очень сложно, потому что забрало на шлеме, оно постоянно потело. Шлем всегда надвигался на глаза, и вот эти локации так часто менялись, что практически я ничего не видел. Вот видел только то, куда я смотрю, то направление буквально под носом у себя. Секундная заминка во время реального происшествия может обернуться не проигрышем в соревновании, а гибелью пострадавшего человека. Где были интуиционные шахты, я спускался вниз с ногами. Вот, когда я спустился туда, я смотрю, что вперед я не могу лезть. Вот, мне нужно было развернуться, и в этот момент как-то неудобно я просто на пару секунд застрял. Немного испугался. Я уже зашел в комнату очередную, понимал, что нужно искать манекена, уже сколько прошел, не видел его. А потом уже, когда собрался уходить, смотрю, что я стою на шлангах, и проявился силуэт человека. Видел, как бы, голову и руки. Вадимыч говорил, что в первую очередь нужно обращать на неестественную позу. Я увидел, что у него нога завернута так, и сказал, что, скорее всего, сломана нога. Вот, я поэтому просто ее ощупал и увидел вот черненькую вот эту флешку. Я думаю, в жизни так и случается, потому что все-таки пожар, когда огонь, многие жизни не успевают спасти из-за того, что темнота, и все обугливается, обваливается. Ну, это очень страшно. Виталий прошел дистанцию за 3 минуты 13 секунд. Он не обнаружил первый манекен, оставил пострадавшего без помощи и получил за это штрафную минуту. К счастью, он нашел второй манекен и флешку. На старте следующие участники. Я вообще люблю все возможные полосы препятствий. Это прям все мое. Это когда испытываются практически все твои группы мышц, все мыслительные процессы максимально обострены. Самой сложной была, по моему мнению, вторая комната, но она не то, что сложная или что-то. Я просто с ней не совладал, потому что ползти вперед ногами не особенно удобно, особенно по ржавой трубе, особенно такого небольшого диаметра. Роман Гамеза наступил на манекен, но так его и не заметил. В реальности одна человеческая жизнь была бы не спасена. А вот Роман Ковалевский сразу обнаружил пострадавшего. Я очень много времени потратил на его осмотр, потому что я, ну, как бы, я старался найти хоть что-то. Я там в эти складки в крагах пытался залезть, но, в общем-то, я ничего в нем не нашел и пошел дальше. Во-первых, подгоняет время, во-вторых, куча вот этих железных частей и неудобных вариантов прохода. И, в общем-то, ну, как бы мне понравилась вот эта имитация такого вот места, через которое надо пройти. Мне очень понравились все абсолютно части, все детали, все это так, ну, кажется, выверенные и здорово вообще. Конечно, жалко, что он не опознал я манекены, но, тем не менее, мне кажется, для себя задача будет. Однако спасатель знает, что его задача не битва с секундомером, а борьба за жизнь. Результат Романа – более семи с половиной минут и ни одного спасенного человека. Там были какие-то отсеки железные, были отсеки, которые можно было открывать, сверху смотреть. И там, получается, справа от одного этого ящика лежал еще один, как бы, манекен. Вот. У него была подогнута нога. И я так предполагаю, что я не нашел эту маленькую деталь ввиду того, что я сразу ему эту ногу выпрямил. Я, честно говоря, не знаю, правильно это было или нет. Разогнуть человеку сломанную ногу – это ошибка. Ведь была задача не навредить. В итоге Роман Ковалевский осмотрел обоих пострадавших, но не нашел флешки. Насколько внимательны будут Дина и Наташа? Или они тоже увлекутся погоней за секундами? Самое страшное – это были трубы. Это было просто очень жутко. Я сразу прыгнула ногами вперед. А потом я вижу, что, как бы, надо дальше вверх. И думаю, вдруг труба узкая. Я решила вернуться обратно. Потом понимаю, что обратно не могу забраться. Это я опять ногами вперед. Самое страшное для меня было, когда я не нашла на перекрестке в трубе верный пункт сначала. Я не понимаю, почему, но моя попа постоянно застревала. Она постоянно где-то застревала, где-то была позади меня. Я каждый раз, почему она не влазит? Я вроде как похудела. Куда я ни рыпнусь, ни рыпнусь. Думаю, только рассмотри стрелки и вали отсюда. Чтобы ты не стала такой же жертвой, которую ты ищешь. Чтобы потом тебя тут искали в этих трубах. Когда я увидела воду, я сразу вспомнила испытание первое, когда мы были на воде, и мы с Виталиком нырнули. Я такая, о боже, опять. И нырнула, как свинушка туда. С носом вместе, совсем вместе, поползла по воде. Мне было очень страшно. Я даже не могу объяснить, в какой степени. Это было самое жуткое испытание вообще за все время. Это просто ужас. Это не форт Боярд. Это просто ад. По результатам испытания снова победил Виталий. Его время с учетом штрафной минуты – 4 минуты 13 секунд. Дина, Наташа и Роман Гамеза пробежали мимо всех манекенов и получили сверху по 2 минуты. Роман Ковалевский выполнил задание без штрафа, но потерял слишком много времени. И главное – нарушил правила осмотра пострадавшего, что в жизни могло обернуться трагедией. Участники команды спасателей преодолевают свои страхи на новых испытаниях. Сегодня путь к успеху некоторым преградили боязнь высоты и замкнутого пространства. Но сложнее всего оказалось преодоление самого себя. Пока лидирует Виталий, однако и он допускает ошибки. После тяжелой работы вся команда заслужила увольнительную. У вас увольнительная, вы отдыхаете. Спасибо, Виталий. Это чтобы мы разжали булочки, а сейчас офигели. Подожмем, вы думаете, да? Да нет, нет. Ничего такого. Моя чучка молчит. Смотри, я это видел. Моя чучка молчит, значит ничего не будет. Ребята, здесь Наполеон сидит. Где? Вон деревянный. Здесь много всяких фигурок интересных. Это красиво. Усадьба в вашем распоряжении. И все почти забытые за время каникул маленькие радости цивилизации тоже. Наконец-таки цивилизованный туалет. Это вообще входишь, вроде казалось бы, в обычный туалет. А он беленький, он чистенький, он не деревянный, не пластмассовый. И в нем есть двухслойная туалетная бумага, господи. Никогда не думал, что так обрадуюсь, конечно, но тем не менее. Да дюшеса, господи, я последний раз такой лет двадцать назад пил. Что, не может пить? Господи, какой запах божественный. Венечек. Кто у нас тут мечтал о венечках? Береза липовая. Ребят. Тапочки. Тапочки. Глаз. Разбираем по комплекту, ребят. Я не могу, понимаете, я не могу с непривычки себе это все позволить. Мне так стыдно перед собой за то, что я вообще… Не могу себе позволить такое чувство. Как будто отвыкла от всего этого, мне это не надо. Тут я дорвалась, мне разрешили, и я не знаю, можно мне это все или нет. Яйца, баня, сказка. Ой, тут есть душ. А, так не обязательно идти в эту саму парилку, я хоть помою. Ну мы-то пойдем. Я, в принципе, нашу пылевую баню тоже опробовала, была в полном восторге. А тут полная комфортабельная сауна, полнейший восторг. Баня была очень хорошая, пар хороший, мягкий. Вот мы парились, ну я два раза парился. Попарились, потом я Дину попарила, второй раз меня Рома попарил хорошо. Просто, вообще, когда нас привезли помыться, почиститься в баню, я почувствовала себя каким-то в раю человеком. Битые МЧСовские ноги. Ооо, восхитительно. Ну, без возражений вообще. А вот сегодня со мной произошел катарсис тот самый. Помните, я как-то говорила о том, что вот я шла на проект, там поменяться, сила и так далее. Вот, действительно, сегодня вся моя слабость женская проявилась. Мне очень тяжело. Я вообще по жизни почти никогда не плачу. Вся вот эта сила духа, бла-бла-бла. И здесь, действительно, первую неделю я ее проявляла, она во мне раскрывалась, а сейчас меня просто накрывает. Я села и сказала, все, я не термината, я больше не могу. Это очень сложно, это очень сложно. Не добегло? Это и я. Ну, клади на плечо. Ну, положи. Ну, наверное, просто Дина не ожидала, что так получится. Не знаю, по какой причине. Просто я как-то себя готовлю и к тому, и к тому. А, видимо, Дина готовит себя только к победе. Но так бывает, что не всегда побеждает. Надо уметь проигрывать, тогда победы будут слаще. Все эти испытания, которые я проходила на протяжении той недели, я проходила не одна. Я всегда перед любым испытанием просила помощи у своей семьи, у своего рода. Когда со мной были мои Ромы Важдуны, у нас было это испытание. Я еще просила всех Ковалевских собраться и стать за Ромой Ковалевским, чтобы ему помогли. За Рому Гамезу. И мы победили в тот день. Я точно знаю, что человек в одиночку никогда не справится с трудностями. Всегда нужно полагаться на помощь и поддержку родных и близких, своего рода, своей семьи. Мне всегда это помогало. Но мне сейчас очень остро не хватает помощи и поддержки мам. Мы тяжело переносим неудачи свои. Когда один раз у тебя что-то не получилось, у тебя уже опускаются руки и ты начинаешь задумываться. Но когда это два раза и с таким небольшим промежутком времени это может подкосить каждого. Сегодняшний день обнажил многие проблемы. Ребята устали, запутались, истосковались по дому и очень волнуются. К ним начали возвращаться страхи и сомнения. Команда находится не в лучшей форме для продолжения испытаний грядущего финала. Похоже, теперь им нужна помощь со стороны. К ребятам пришла Светлана. Психолог знает, проблемы нужно проговаривать. Я всегда называл себя автономным человеком. То есть мне, в общем-то, сложно было быть под командованием чем-то. И в то же время мне сложно было все-таки порой добиваться результата в одиночку. То есть это какое-то такое у меня было противоречие. Но на этом проекте я понял, что все-таки в команде у меня получается быть. И быть полноценным членом и эффективным. И я не вижу никаких преград и проблем для того, чтобы справиться с завтрашним испытанием. Наверное, дня три-четыре я решил, что я не буду даже предполагать, что может случиться, какое может быть событие нам, либо какое испытание. А просто стараться наслаждаться моментом и будь что будет. Это уже когда начал, без сомнений и делать ради дела. То есть ты принял решение находиться в ситуации здесь и сейчас. Я думаю, что вот как раз таки этот проект и все победы Виталика, и его лидерство, и то, что его выбрали командиром, добавит ему уверенности в себе и позволит найти те самые сильные стороны, за которые нужно держаться по жизни и проявлять их в повседневной жизни. Но готова ли Дина услышать о своих проблемах, которые могут ей помешать победить? Стремление к доминированию, да, не без этого, и ты это прекрасно про себя сама знаешь. Но есть другая сторона этого вопроса, которая говорит о том, что тебе хочется быть принцессой. Той, за которой бы ухаживали, той, которую бы оберегали, той, о которой бы заботились, ту, которую бы признавали, видели бы в тебе ту девочку, хрупкую, маленькую, беззащитную, ранимую. Сегодняшний день меня очень испугал. Я увидела эти изменения в себе. Мы когда приехали с испытания, я просто стираю свои вещи, и слезы льются. Просто реву, реву, не могу успокоиться. Начинается истерика. Еще, знаешь что, еще я чувствую какое-то, как будто бы непринятие себя. Как будто бы в какие-то моменты непринятие, отвержение себя. Это тоже мешает. Да, наш психолог говорила не только о проекте, она говорила и в целом о личности каждого, в целом о проблемах и о том, как их можно было бы решить. Я просто привыкла держаться в этом панцире и никого к себе не подпускать. А потом, когда я увидела, что все эти люди со мной смотрят в одну сторону, и мне совершенно не обязательно вообще держаться в панцире, и что им интересно все то же, что мне, они видят в этом положительные стороны. Тогда я поняла, что зачем. Пусть подходят, пусть говорят. Я только буду прислушиваться. Или хотя бы слушать. У тебя веры в себя много. С каждым днем все больше на проекте. Роман Угамеза указали на слабые стороны его рационализма. Захочет ли услышать психолога самодостаточный роман? Своё действие, своё бездействие, свои победы, свои поражения, не только на проекте, а вообще в жизни, на всё находится рациональный ответ. На самом деле, я и не знаю, я уже привык так действовать. Мне это удобно. Ну, это, так сказать, наверное, довершало картину всех изменений, давало полное впечатление о том, каким резюме мы стали и что мы должны использовать. На каникулах вслепую случались разные дни. Были физически тяжелые, были эмоциональные, а сегодняшний, похоже, объединил в себе всё. Участники сражаются на испытаниях все вместе, но каждый за себя. Виталий – единственный, кто нашёл флешку в промышленном лабиринте. Но какие на ней хранятся секреты? Об этом знает только ведущий Дмитрий Савин. Добрый вечер. Добрый. Привет. Привет. Ну что, вот и закончился ещё один день на проекте. По мнению многих из вас, сегодняшнее испытание было физически самым трудным для вас на проекте. Но вы справились и получили за это увольнительное. Хорошо вам там было? Да, очень. Ну, увольнительное – это всегда хорошо. Первое, чего хочется в нашем лагере – это горячей воды и сладенького. Тем более, нам ещё выдали пару ништяков питательных, сладких. На испытании ЧП на промышленном объекте вы должны были найти флешки. Как оказалось, я единственный, кто нашёл эту флешку, этот предмет. Как ты думаешь, что на ней? Просто, просто флешка. Ну, давай посмотрим. Привет, Виталик, возможно, для тебя это сюрприз, но я от всех твоих родных хочу сказать, что мы верим в тебя, в твою победу, что у тебя всё получится. Мы все смотрим, наблюдаем за всем, что происходит, знаем, что ты всегда добиваешься своей цели. И надеемся, что в данной ситуации у тебя тоже всё получится, и ты будешь впереди. Ожидал ты такое на флешке? Нет, не ожидал. Такая флешка была заготовлена для каждого из вас. Но вы не справились с испытаниями, не нашли эти флешки. Все по-разному здесь ощущают своё одиночество. Кто-то получает это как одиночество, а кто-то как свободу. И кто-то идёт со своим «я», а кто-то со своим «мы». И всё-таки, я думаю, что перед завтрашними тяжёлыми испытаниями вам не помешает поддержка близких. Дина. Я тут. Ты больше всех. Остальных страдаешь разлуки с близкими. Ты хочешь увидеть? Ну, давай посмотрим. Петь, петь, петь. А воздушный поцелуй. Скажи, Дина, я тебя люблю. Я люблю. Люба. Дина, мы все очень сильно тебя любим. Ждём домой всего тебе самого-самого хорошего. Победы тебе. От мамы и от папы огромный привет. С любовью, твои родные. Спасибо, милая. Спасибо. Не знаю, как будет дальше. Я не знаю, как после проекта, что мне действительно нести, эту природную силу женскую, или всё-таки пытаться раскрыть себе эту женственность и быть слабой, белой, пушистой. Но я не хочу быть такой сильной. Я реально хочу быть слабой. Рома Магомезов, для тебя тоже есть привет из дома. Пушечки. Как ты думаешь, кто шлёт тебе слова поддержки? Надеюсь, что бабушка. Бабушка. Интересно. Давай посмотрим. Привет, Рома. Привет, сынок. Мы очень рады за тебя, очень любим тебя и надеемся. Я так понимаю, это не бабушка, да? Это родители. Я надеюсь, ты тоже рад был их видеть. Не меньше, чем бабушка. Я рад, что они вообще что-то сделали, чтобы подбодрить меня. Это здорово. На, давай там крепись. Чем тебя помочь не знаем. Ну вот, передаю привет и от кота тоже. Кот тебе передает привет, завтра поедет в отпуск на дачу. Ну, пусть здоров, держись. Пока. Пока. Я уже когда понял, что, ну, как бы будет весточка от моей семьи, я начал как-то так истошно думать, а как там технически всё это там провернули, потому что, в общем-то, мама у меня, конечно, такое, уже делает успехи в использовании современных гаджетов, но ещё не настолько уверена. Ромочка, привет. В данный момент я нахожусь на работе, но хочу тебе сказать, что мы очень-очень соскучились, очень-очень любим тебя и ждём. От папы привет. Пока. До встречи. Как Рома похож на маму. Копия. Я очень надеялся, что это будет она. Наташа, есть и для тебя привет. Я не буду ничего говорить. Давай просто посмотрим. Я говорила о том, что я боюсь этого письма, потому что оно может меня выбить из колеи, потому что оно может меня немножко подрасслабить, и как-то меня... Как-то я могу захотеть домой сразу. Любимая, я безумно по тебе скучаю. Я даже толком не помню, что там говорил мне Лёша, потому что я в жалости сидела, думала о том, что так, завтра испытание, я должна ещё здесь остаться, никуда не поеду. Вот поэтому я сжала в зубы плед и не подавала никаких эмоций и признаков жизни. Ты у нас самая лучшая, обожаю тебя и целую. Ну что, я надеюсь, эти приветы окрылят вас и настроят на завтрашний тяжёлый день. Но кто будет проходить эти испытания, мы узнаем у костра. Каждый костёр был очень сложным, а сегодняшний – вдвойне. Все последние дни ребята говорили, что почувствовали себя не просто командой, а почти семьёй. Итак, о номинации. Мне кажется, вы все понимаете, для кого сегодняшний день был не самым лучшим. Дина? Чё, серьёзно? Коллектив готов пожертвовать хозяйкой? И Рома Коваревский. Мне просто даже в какой-то момент я понял, что мне страшно вернуться обратно, потому что я совершенно такой новый, на мне такая вот… С меня слезла вот эта кожа, урбанизация, кожа вот этого старого знания, всего старого. И теперь я такой новый малёк, и мне страшен этот водоём жизни. И дело не только в очках и во времени. Дело в том, что сегодня вы сдались. А чтобы быть здесь, нужно бороться до конца. Но прежде я бы хотел сказать, что пятёрка – это уже очень сильно. Вы оба молодцы. Я голосую против Дины, так как вижу, что ей уже тяжело на проекте, она соскучилась по своим родным. И видео-послание из дома этому подтверждение. Как мне показалось, сегодня Дина показала более высокий средний результат. А Рома остался в хвосте. Сегодня Дине открыли новую проблему, над которой она в состоянии поработать в пределах этого проекта. А Рома кажется более целостной личностью. Он сможет реализовать себя вне его. Я голосую сегодня против Ромы Ковалевского. Я голосую против Дины, просто потому что я бы хотела, чтобы Рома ещё остался. Дина, это ты. И что, я желаю вам спокойной ночи. Вы можете попрощаться. До завтра. До завтра. Не волнуйся. Я не волнуюсь. Я действительно рада этому исходу, потому что все заметили, что я выдохлась. А выше головы не прыгнешь, наверное. Я ухожу с чувством благодарности ко всем и каждому. Я люблю всех этих ребят, которые там сейчас стоят у костра. И завтрашний день я бы точно и осилила. Правда, я старалась все эти дни. Я сегодня пришла действительно к тому, зачем я пришла на проект. Я поняла, что моя сила в моей слабости. Сегодня весь день я плакала, рыдала и позволила себе эту слабину проявить. И вот такая спокойная и счастливая я еду домой. К своей любимой маме, к своей любимой семье. Спасибо всем. Команду покинула Дина, которую многие уже видели в финале. Но кто в него действительно попадет? Кто извлечет урок из сегодняшнего? Станет известно лишь после больших испытаний финала.